Приветствую всех начинающих водителей на канале Автоинструктор 62 и просто водители. Сегодня я вам расскажу, что делать, если внезапно, как правило, это происходит. На панели приборов вашего автомобиля загорается вот такой вот значок. Страшный, непонятный. Чек, Чек Энжин. Его называют, что вам делать, что это вообще обозначает, можно ли ехать с этим значком и опасно ли это. Поехали. Итак, рано или поздно с этим значком сталкивается практически любой водитель. Я с ним столкнулся на первом году своего обучения вождения, скажем, самостоятельного. Что он обозначает? Во-первых, он правильно называется Чек Энжин. Переводится с английского, это проверить двигатель. То есть, если на панели приборов автомобиля загорает либо горит данный значок, не когда вы включили зажигание, когда вы включите зажигание, у вас все значки горят. А когда у вас работает двигатель, либо после запуска он остался, либо он просто внезапно загорелся в процессе движения. Не нужно паниковать, но в работе системы двигателя произошла какая-то ошибка. Какие основные причины, почему загорается данный датчик? Очень часто из-за некачественного топлива. Когда водитель заправился на непонятной заправке и залил плохое качество бензина, качество топлива или солярки, неважно. Бывает, в некоторых автомобилях загорает такой значок, когда вы либо неплотно закрыли, либо вообще забыли закрыть после заправки крышку горловины топливного бака. Это я сейчас перечисляю основные причины. Датчик, какой-то датчик, лямбда зонт, или тот же кислородный датчик, который отвечает за выхлоп, например, система выхлопа. Может быть что-то в системе зажигания. Какой-то перебит провод, либо перетевшийся проводок, который идет от мозгов, например, автомобиля, либо к системе зажигания. В общем, ничего, в принципе, серьезного нет. Редко бывают такие моменты, когда из-за этого, что загорает датчик, вот этот, не датчик, а значок на панели приборов, не едет машина. Но, тем не менее, нужно принимать какие-то меры. Что делать, если загорает данный значок на панели приборов? Ну, вам в первую очередь нужно сделать диагностику двигателя. Каким образом ее делают? Подключается к автомобилю, разъемчик такой, вставляет специальный прибор, либо компьютер прям подключает, либо есть такой прибор, который вы видите на экране, OBD2, OBD2, либо ELM327. Не важно, то есть этим прибором любой водитель, даже самостоятельно законнектить можно со смартфоном, закачать определенное приложение и посмотреть, какая ошибка. Либо приехать в автосервис. Ну, нужна диагностика, то есть вам нужно сделать диагностику двигателя. Если у вас этого прибора нет, а у вас его, скорее всего, нет, пока, да, до этого ролика, то вы самостоятельно диагностику не сделаете. Эта диагностика вам покажет номер ошибки и что не так. Ну, например, у меня в последний раз загорался данный значок, у меня был кислород, датчик кислорода. Некорректно работал, в общем, полетел датчик кислорода. Бывает какая-то другая причина, я их, в принципе, перечислял. Поэтому после того, как вы сделали диагностику, вы проблему не решите, вы всего лишь узнаете, что заболело у автомобиля. Что не так, какая ошибка в системе работы двигателя. Данным прибором, данным приложением, либо у любого автоэлектрика, когда он подключает компьютер для этой же диагностики, вы можете сбросить эту ошибку, и у вас потухнет на панели приборов, данный значок такой, как чек. Но проблему в этом не решите. Если, например, заболел датчик кислорода у автомобиля, да, я так выражаюсь, вот его нужно заменить, то пока вы не замените этот датчик, проблема останется. То есть вы можете потушить с компьютера, сбросить эту ошибку, но через некоторое время, так как осталась ошибка, и датчик-то работает некорректно, потому что он неисправен, у вас снова загорится вот этот чек, пока вы все-таки не устраните проблему, понимаете? Поэтому бывают ситуации, когда вот у меня у друга была какая-то поломка, какой-то датчик полетел, не буду врать, толком не помню, но смысл в том, что у него не ехала машина вообще, она у него заглохла и встала. Да, потом она у него заводится, непонятно себя как ведет. У него был с собой данный прибор, он разбросил ошибку, опять, неважно какая ошибка, и он хотя бы доехал до места ремонта. Но, например, у меня такого не было никогда, чтобы вот у меня загорелся данный значок, и у меня машина встала. Как правило, машина, она всегда едет, да, то есть, опять же, отвечая на вопрос, можно ехать, когда загорелся данный значок как чек? Можно, да, не значок, а вот на панели приборов сигнальная лампочка. Можно ехать, если она у вас едет, но не затягивайте с поездкой, если у вас нет прибора, к автоэлектрику для того, чтобы сделать диагностику. Поэтому вкратце повторяем еще раз, если в автомобиле вашем на панели приборов загорелся вот такой значок, который называет чек, то ничего страшного нет, не надо паниковать, ехать с ним можно, но просто машина, возможно, смотря какая неисправность, у вас будет чуть-чуть некорректно себя вести, возможно, будет перерасход, как у меня, если это датчик кислорода, да, либо тот же лампозонд, возможно, она будет подергиваться, может быть, она будет тупить на разгон, вот, может быть, холостые обороты у вас будут немножко плавать, ну, то есть, все равно какая-то ошибка присутствует. Записываемся к автоэлектрику на диагностику, либо едем в автосервис на диагностику, либо самостоятельно, если у вас есть этот прибор, Делаем диагностику, смотрим, какая ошибка По номеру ошибки вы можете, опять же, в интернете Да и, в принципе, сам вот этот вот прибор Он пишет, что нужно сделать Вот, вы уже устраняете эту проблему Вы можете сбросить эту ошибку Но проблему вы этим не решите Вы просто, просто на панели приборов Не будет маячить данный значок Но в голове у автомобиля он останется Вот эта ошибка останется, пока вы не замените Скажем, вот этот датчик Ну и уже в следующем видеоролике я вам покажу И научу, как пользоваться вот этим прибором Типа OBD2, OBD2, ELM327 и тому подобных Как самостоятельно сделать диагностику Как сбросить ошибку, я вам покажу И так далее, и так далее Сегодня на этом все, я надеюсь, вам информация понятна Да, что не нужно паниковать Ничего критичного в этом нет Ну и оставлять без внимания, если загорелся данный значок Тоже никак нельзя Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики Поддержите лайком данные Ну а я, как всегда, вам всем желаю удачи на дороге Всем пока-пока